Конкурс «Лизер доверия» — своеобразный годовой итог работы рязанских предприятий, компаний и учреждений. Каждый год специальная профессиональная комиссия анализирует отзывы потребителей и главный критерий оценки организаций — отсутствие жалоб населения на работу предпринимателей. Организаторы конкурса говорят, приятно из года в год наблюдать тенденцию роста доверия потребителей именно к рязанским предпринимателям. Я сторонник того, чтобы именно рязанские предприятия, рязанские предприниматели были лидерами, тогда у нас будет экономика двигаться. Если мы все больше будем уделять внимание нашей рязанскому краю, то, наверное, рынок будет развиваться, товаров, работы, услуг. Диплом «Лидера доверия» не первый год завоевывает Рязанский завод железобетонных изделий номер три. Продукция предприятий известна и востребована и далеко за пределами региона. Ежегодные инновации, пополнение материально-технической базы и высокая планка качества производимых изделий — все это и обуславливает доверие рязанского потребителя, считает руководство предприятия. Получение диплома «Лидера доверия» — это своеобразный итог нашего предприятия «Работа завоев». Мы освоили большой выпуск новых видов продукции и пользуемся заслуженным уважением стороны рядового наших потребителей. Заслужить доверие в сфере образования — задача не из легких. Не первый год с ней справляется рязанский филиал Московского психолого-социального института. Директор вуза Леонид Канаев точно знает, благодаря чему образовательному учреждению многие годы удается держать высокую планку. В первую очередь педагогический состав, потому что он — это основа вуза любого. Ну и второе — материально-техническая база, общие устои вуза, его опыт, работа уже почти 20-летний в Рязанской области. Ну это нам давало возможность ориентироваться и на рынок наш рязанский, на профессии, в которой нужны Рязани. Пожалуй, самая большая ответственность сегодня лежит на тех, кто воспитывает молодое поколение. Детско-юношеская спортивная школа «Звезда» в городе Рыбное, несмотря на свою молодость, внесла значительный вклад в развитие регионального спорта и приобщение к нему подрастающего поколения. Работа наша заключается в первую очередь в воспитании поколения, спортивного, здорового поколения, которое, в принципе, было немного утеряно со временем, но сейчас, благодаря поддержке губернатора Рязанской области, благодаря поддержке Министерства молодежной политики и спорта Рязанской области, благодаря президентской программе во многих регионах Рязанской области возникают вот такие фоки. Мы вот первые удостоились этого гранта. Надеюсь, что за нами пойдет череда награждений и других фоков, которые построены по Рязанской области. Среди награжденных и коллектив «Девятого телеканала». Оперативные новости, актуальные беседы с представителями власти, религиозные, познавательные и развлекательные программы телекомпаний давно завоевали доверие и интерес рязанского телезрителя. Прежде всего, мы работаем для зрителей. Средство массовой информации – это всегда большая ответственность. Поэтому мы особенно благодарны такой высокой степени доверия, к которому заслужили. Получили поздравления в этот вечер не только победители, признанные лидерами доверия, но и главные организаторы конкурса. 24 года исполнилось со дня основания Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек». Являются проводником, являются рекламой для того, чтобы качество продукции, качество услуг, в том числе образовательных, у нас в городе стали еще лучше. И свидетельством их работы являются лидеры доверия потребителей, которые здесь собрались. Я уверен, что с каждым годом качество в городе не будет снижаться, а наоборот будет повышаться. И это благодаря Олегу Николаевичу и его прекрасной команде. Стоит отметить, что многие рязанские предприниматели уделяют большое внимание и важному сегодня понятию «Социальная ответственность бизнеса перед обществом». Это подтверждает участие различных предприятий в успешно реализуемой в Рязанской области программе «Забота». Сейчас администрация города Рязани совместно с Тарковой промышленной палатой и нашими предпринимателями реализуется программа «Забота». Это группа магазинов, группа предприятий обслуживания, которые предоставляют скидки на товары, либо на свои услуги отдельным категориям, отдельным жителям нашего города. Именно в этом состоит социальная ответственность нашего рязанского бизнеса. Конкурс «Лидер доверия» — не только итог проделанной работы, но и ежегодная отправная точка для успешной реализации новых достижений и поднятия планки качества. Ведь доверие, как известно, нужно не только заслужить, но и удержать.